Визит делегации Сирийской Республики в Югру завершился походом в музей. Культурную программу представителям провинции Хомс организовала администрация Сургутского района. Гостей пригласили в деревню Русскинская. Светлана Чанцева подробнее. Делегацию из Сирийской Республики буквально окуривают заговорным дымом. В чаге тлеет на рост березы и ветки багульника. Этим обрядом очищения народы Ханты и Манси обычно встречают гостей. Так аборигены прогоняют тревожные мысли странников. Заграничных гостей Сирии угощают для них настоящей диковинкой, морожкой и брусникой родом из сибирских лесов. В традиционных костюмах и с шаманскими атрибутами для обрядов Ханты и Манси знакомят делегацию Сирии со своими обычаями. Внимание гостей приковано к оленям и русским мишкам. Сотни фотографий, сделанных в музее природы и человека, из деревни Русскинской отправятся в Сирийскую Республику. Сегодня побывали гости из Сирийской Республики. Надеюсь, что им понравилось. То есть увезут в Сургутском районе хорошие воспоминания. Но место, как вы видите, оно действительно на самом деле уникальное. Эта экспозиция создавалась в течение 30 лет. Ну и визитная карточка нашего района. Коллекция экспонатов насчитывает более 4 тысяч экземпляров. Музей природы и человека имени Ядрошникова известен далеко за пределами страны. Ежегодно его посещают более 10 тысяч экскурсантов из России, ближнего и дальнего зарубежья. Мы хотели бы поблагодарить правительство Ханты-Мансийского автономного округа, губернатора Наталью Владимировну Комарову, администрацию города Сургута и Сургутского района. И всех тех, кто принял участие в подготовке нашего визита и сделал так, что кроме официальных и экономических переговоров мы также смогли узнать многие культурные обычаи и традиции Югры. Представители провинции Холмс от культурной программы в Сургутском районе остались в восторге. Гостям из Арабской республики на память подарили Ханты-Мансийские обереги. Светлана Чанцева, Рашид Латыпов, Вести Югуря, Сургутский район.